всем приветствую с вами я ваш веган христолюб нас сегодня с вами такое видео о смелости мне хочется такое записать подкрепляющие вдохновляющие тех кто идет путем истины путем света путем добра путем любви жертвенной любви несмотря ни на что вопреки всему кто несет свой крест идя за христом сегодня видео об этом значок видео еще не готов но такая иллюстрация справа от меня в принципе обо всем говорит до 1 против всех я не знаю как я уж точно зову видео но что-то такое один в поле не воин или один против всех ничего не бойся как не тогда я в рамках записи плейлиста не веган потому что в последних тому же видео 28 принципе у меня есть подобные ролики кому интересно найдите на канале если я стану веганом родственники друзьями не поймут близки очень темы да и 30 ответ на вопрос был один в поле не воин даже если я стану веганом ничего не изменится все остальные из этого не станут веганами так далее то такая вот иллюстрация была у меня да в принципе картина конечно много особенно вот таких воинствующих где там воин против целого войска до один воин или вот такой вот сильный какой-то качок да конечно же я вот можно было сказать что тех роликов достаточно но я конечно же я об этом не в первые говорю и всегда проскальзывает где-то не главной темой а второстепенной и вот опять же знаете быть веганом особенно хотя в принципе в тех роликах я об этом тоже говорю действительно наша праведная святая жизнь в любви ко всему божьему творению она конечно же делится на две планки да то есть первое это вообще одно это вообще табу или от если ты это делаешь тебя ждет если ты делаешь зло первое правило для святого человека для дитя света бога любви для христианина для вегана это не делать никогда никакого зла дату все что ниже все если ты делаешь ты ниже сразу это нулевая планка но вверх нет предела и нет пределу совершенства да все что ты добро святость любовь себе в совершенстве раскрываешь тем ты выше в любви и в красоте в святости совершенстве тем ты богоподобный поэтому конечно же когда я писал те ролики по веганству и вот такие вот вопросы затрагивали а там как быть с родственниками с друзьями знакомых с близкими как быть с дальними до 1 в поле не войн принципе там конечно же две эти темы раскладывал неважно конечно же быть пассивным веганом самому стать и может быть ты там живешь как-то один или в миролюбивый там семье и вообще не затянул стал достал никто тебя трогать не будет да конечно же быть пассивным веганом то есть не проповедовать не быть активным не стоять на своем когда течет пытается доказывать более того можем действительно проявлять активность проповедовать топить за любовь к животным в частности как веганство это уже другой разговор ты будешь действительно в христианском понимании нести хрест крест христов то есть пусть на себе испытываете поругание но начнем с маленького это отвержение непонимание до отворачивания тебя в максимуме ты можешь быть и оскорбляем и уничижаем и высмеян концов в концовке ты можешь быть и побит а грубористый какой-то крайняя степень активист там лег под какой-нибудь перевозчик там этих бедных животных на убой да те могут и переехать или тебя просто какие-нибудь гопники труппажоры могут даже забить до смерти всякое бывает да поэтому конечно же стояние за любую истину она вот от нуля что ты сад от минуса с которым то сам выбираешься до ноля и выше ноля нет предела совершенства да и красоте в жертвенной любви в смелости человека до его крепости поэтому конечно же верю сегодняшнее видео оно похоже но я решил его отдельно записать и говорить картинка конечно все таки воинствующие но они у меня были их тоже хочу показать как раз показать что конечно же настоящий воин христов воин света воин любви он никогда не сражается с мечом в руках кто знает иисус не раз употреблял своих речах слова меч и причем говорил об этом до сражениями чем он естественно говорил о слове он изна сказательным мечом называл слово ибо сам он никакого меча не носил истинного меч которых он всем разил это было слово правда слова истины слова о любви о небесном царстве в котором каждый может попасть покаявшись во всех своих злых деях де 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 яних делах и творя плоды достойной покаяния то есть творя добрые дела любви поэтому мы с вами вот это вот пропускаем естественно ввиду сегодняшних событий мой ролик он всегда мои ролики в любом случае как обычного такого житейского блогера проповедника они связаны с реальной жизнью и так как у нас сейчас россия фашистка ее часть а это 99 процентов наверно россиян развязали кровавую агрессивную войну против народа украины и плюс уже давно в россии у нас гестапо репрессии да невозможно что сказать тебя бьют на дубинками на митингах на вот именно мирных митингах когда люди просто выходят и словом озвучивать свою позицию вот именно к этим событиями конечно хочу сказать сегодня очередное слово о том что не надо боец ничего не надо боец я сам русскоговорящий живу в россии во все эти времена и события кто знает ведя очередную духовную словесную битву информационную войну да с фашистами неофашистами в россии которые вас прямо подняли свою голову воскресли до из пепла и несмотря на то что это основная масса населения россия я живя в россии как видите ну спокойно и спокойно я этим занимаюсь да вот и всем явно заявил свою позицию боль того сколько могу и виду я говорю в интернете и в реальной жизни с людьми действительно войну потому что другом не назовешь да потому что люди в основной своей массе погружены во тьму во злобу в ненависть к человека ненавистничество уже о веганстве все позабыли уже не до веганства как я предупреждал даже самих веганов что если вы не будете проповедь любовь мы докатимся до ада человека ненавистничество что и произошло в современной истории вот 7 марта 2022 года число вас на экране у нас уже две недели русские солдаты так называемые солдафоны и офицеры беспощадно просто без всяких правил и какие правила на войне могут быть я не знаю да но там любят говорить каких-то военных правил просто уничтожают народ населения повергая страну украину суверенную страну просто в крах в ад у коммунитарные социальные катастрофы где люди просто льют слезы и кровь от всех этих событий конечно же для христианина самый ярчайший облажа который был в свое время для меня меня поразил христос это господь иисус жизни учение которого описано в евангелии пусть и в тех сектантских книжицах до нас дошедших через всю эту двухтысячную историю но даже там иисус изображен прекрасным я в свое время впервые прочитать евангелие просто влюбился в этого бога любовь пришедшего во плоти всегда он был смелым всегда он был сильным никогда никакому папу не целовал ручки он никогда никаким князьям или тем же сам попам не вылизывал туфли да всегда был сильный смелый крепкий ничего не боялся да он иногда я сам привожу эти случаи что когда его пытались неоднократно убить во время его служения причем от самого начала как он открылся миру как бог любовь пришедший во плоти дать людям свободу радость и счастье того что они будут любить друг друга и будет в этом счастье пребывать его уже тогда хотели в собственном городе сбросить с края с края города с горы на которой город стоял да он увернулся ушел неоднократно пытались побивать камнями камнями в иерусалиме он избегал этого и прятался когда его уже положили убить он не ходил в сам тот же самый роль иерусалим да вообще по всей иудеи избегает и земли проповедовал везде в округе в самаре в галилее в десятиграде в общем ходил по по всем окрестным городам и селениям не уже не ходя по самой идеи да но когда пришло время ли явить жертву на любовь на это сделал и еще хочу сделать оговорку я и может быть вот так вспоминаю может быть не часто делал дело в том что иисус хоть и берегся и ученикам своим заповедовал что если вас бьют в одном городе бегите в другой но опять же никогда в коем случае не забывайте я говорю может быть я вот сейчас вспоминаем уж каких-то роликах я не успевал все сказать или не думал что это ну априори думал что это понятно все все эти беды которые с иисусом происходили и как бы ученикам заповедовал бежать и самым иногда укрывался и прятался сейчас я эту тему разовью уже на личных наших примерах жизни но только после того как он открывался и говорил правду и обличал зло беззакония и грешников это надо не забывать вот сегодня будем говорить о реальной жизни она с вами я буду естественно свидетельствовать от собственного имени вот этот образ христа конечно же оказался лучшим в моей жизни образу и примеру которого я и последовал в своей этой жизни еще более 12 лет тому назад виктория как-то написала мне недавно комментарий к ролику разделяй властв где я говорю о любви о том что любовь никого не делит у нее нет таких весов и на эти чаши этих весов она ничего не кладет ни бога не травинку человек любит он любит все просто дела его любви проявляются по-разному она написала комментарии я там говорил и про отношения мужчины женщиной что если любит то никогда держать не будет и будет человеку доверять и если любит то другой не предаст если обещался в чем-то там до написал такой комментарий я конечно же возьму еще когда буду говорить я захочу небольшую серию видео записать об отношениях между мужчиной и женщиной вот любви между взрослыми людьми до любви как и называют сексуальной плотской она там и духовно душевно естественно все вместе мы любим все по полочкам раскладывать но я хотел его сегодня вам зачитать чтобы так в общей тоже мысль было хотя казалось бы где тут связь на вы скоро поймете теория одно практика другое например идет муж помогать соседке жена не возражает я там именно такой пример приводил проявляя любовь о которой ты проповедуешь а потом муж к соседке переходит а жена остается своими проблемами есть реальные истории и вот я на всех этих картинку на лучше какую-нибудь оставлю такую вот вот я на всех этих сейчас таких примерах хочу дать как бы ответ да вот даже такой комментарий знаете мне вот я почему призываю всегда кто знает к наготе ибо написано что первый сотворенный человек и даже потом разделенные горизонтально не забывайте об этом на адам и еву на мужчину и женщину никто ни над кем не господствовал и оба были наги это прекрасное понятие и почему не наги были до того как согрешили то есть речь идет о наготе не только телесной вот безусловно они по телу были наги как мы видим у животных нет никаких стеснений или там предупреждений у кого какая писи там да только уже люди от грехов своих во все эти стыли во весь этот стыд вдарились ну и там естественно речь шла о праведности о святости если ты вы все прекрасно знаете что когда у тебя нет грехов нет каких-то тайн злых дел ты живешь открыто тебе нечего бояться да если на компьютере нет чего-то такого нехорошего ты не боишься что кто-то его возьмет ну не путайте да нико не нам не хочется может быть что кто-то там ковырялся в нашем компьютере не да это тоже разные вещи немножко у нас всех есть конечно какая-то зона комфорта она безусловно была в раю и всегда быть в небесном царстве да это то что удивительное чувство хоть казалось бы любовь она все соединяет да и нам хочется быть вместе любовь невозможно без объектов любви да и чем их больше тем лучше при этом удивить это кантиномия которых я часто говорю человек казалось бы любит и хочет чтобы его вон даже на картинке хорошо показаны были миллионы объектов любви которых он любит который любит его но при этом нам даже в любви почему-то всегда хочется побыть одному да это вот альфа омега начало и конец да это вот такие вещи да я свободен но я не творю зла я об этих антиномиях вам постоянно говорю и в них не надо ковыряться их не надо гадать их не надо пытаться разложить на формула это просто есть это сущность это истина вот нам действительно а знаете откуда это принципе тут есть ответ потому что бог а мы с вами образ подобие бога бог полноценен сам себе он самодостаточный он блажен в принципе в теории мы не нужен никому ему не нужен никто да вот это действительно вот это альфа омега начало и конец она как бы просто в человеке все сходится и при этом несмотря на то что мы все любим и все нас любит и смысл и счастье жизни в благо бытия состоит именно в делах любви нами проявляемых и к нами по к нам к нам проявляемым но вот это вот желание действительно побыть порой одному вот это самоблаженство она присутствует в человеке именно она как бы самодостаточность полнота тоже когда становишься богоподобным богом любовью ты становишься полным ты действительно можешь элементарно остаться один и быть абсолютно счастливым поэтому это все важно понимать да поэтому я все эти конечно вещи надо понимать и вот несмотря на это действительно адам севы были наги да то есть них не было еще греха и мы когда честные друг с другом если никого не обманываем нам ничего ничего не боимся что кто-то что-то узнать всегда знаете что когда вы грешите на сразу страхи появляются страхи и делают нас несчастными да откроется все тайное станет явным и так далее и вот по поводу вот этого одиночества и и и любви знаете и вот вообще ну в принципе об этом не раз говорил о наготе сердца у меня самый первый ролик который я из серии нагорно-огородных как я их назвал тогда кто помнит когда я вышел вообще на служение это как раз весна была но я как раз осень я дома зимой там сидел его первый нагорно прорубь я так написал был чистый сердцем и нагота сердца моего и потом несколько роликов я еще так называл да все говорил и людям свидетельствовал какое счастье быть открытым да что бы ты ни делал кем бы ты еще сегодня не был может быть ты в чем-то ошибаешься никогда не носи никакие маски будь собой это очень важно да быть таким да и не путайте с зонами комфорта с тем что действительно вы помните даже иисус да не всем все говорил да когда даже там есть в евангелии очень несколько интересных моментов когда его спрашивали пойдешь на праздник угол нет нет вы идите я может и не пойду или там пойду позже сам шел да то есть есть такие моменты то есть не всегда все всем полезно просто знать но одно дело зло которое вы скрываете другое дело просто вы не все рассказывать знать все говорю какие-то банальные вещи такие ну какая разница действительно кому какие у меня трусы цвета там да но кому это надо вот если об этом не рассказывает же не зло никакой ну узнать так вот чем зло доброт отличается ну сказать кто-то какая мне нравится пусть это даже знаете а в розовое сердечко вот мне будет стыдно нет я же не зло дело да и всем не говорю что у меня труселя в розовое сердечко но я почему не говорю ну кому это надо это не зло не забровывает просто трусы просто я вот не знаю понимает мне некоторые даже юмор вот этот мой да и причем в этом юморе как вы Вы говорите, в любой шутке, знаете, есть доля шутки, а все остальное правда. И действительно так, да. Мы говорим, о каких-то вещах можем все не рассказывать про себя, тот же сам проповедник там, да. Но если он что-то не рассказывает, это не значит, если там греха-то нет. И может не страшно, что вот я, я всех зову все время, приезжайте в гости, смотрите, как я живу в бытовой жизни. Причем я не буду из-за вас там менять свою жизнь. Я буду жить, как я жил. Так что вот так вот. И я по поводу вообще, знаете, вот этого счастья, быть открытым. И я вот когда, вот даже касается вот этих добрых дел, что веганство, смотрите, что вот сейчас в частности люди выступают против этой войны, да. Причем действительно я говорю, выступает кто активно, он за это опять страдает. И вот этот случай, я вам не просто такой комментарий зачитал, а там якобы муж уйдет к соседке. Я всегда говорю, слушайте, а вот вам самим интересно жить в этой матрице лжи. Вот, кстати, иллюстрация, в принципе, такая мне случайно только что попалась перед записью ролика. Ну, в принципе, очень хорошая. Человек такой, пусть коричневый, светлый, а вокруг него такие люди, как бы темные, да. Слушайте, вот вы когда живете, никто вас не знает. Я об этом не раз говорил, я говорю, откройте себя, и вы узнаете, кто вокруг вас. Это же естественно. Вы знаете, многие люди страдают, что вот нет там близких людей. Я говорю, слушай, ну, понимающих, единомышленников, единодушных каких-то там, тебе прям близких. Я говорю, слушай, а как ты хочешь найти, ты сам не открытый. Я, ну, говорю, в принципе, я сейчас, понимаете, человек, который я, допустим, знаю, там, вижу, уже что-то посмотрел о нем, а, может быть, пообщались. Я вижу, как он живет. Я говорю, ну, ты же сам закрытый. Во всем, куда ни посмотри, на твои соцсети, на твое общение, ты там что-то жмешься, я тебя что-то спрашиваю, ты можешь даже сказать, ну, это я не хочу отвечать. По таким подобным вещам я говорю, как бы, ну, ты же сам закрытый, как ты хочешь кого-то найти? Почему ты считаешь, что кто-то первый должен открыться? Вот ты только сидишь, знаете, как в каком-нибудь клубе знакомств или на сайтах, как сейчас интернет, уже сколько лет у нас, да? И ты сидишь такой выбираешь, тебя никто не видит, а ты в тайной комнате там, да, всю поднакотанную, всю душу человеческую видишь. Там, дневничок его лично читаешь, там, мужчины или женщины, да. Я говорю, ну, так, это не честно, как бы, я говорю, ты как бы не найдешь никого, это закон жизни, да. Ты откройся сам, будь тем, кто ты есть. Вы знаете, я еще в православии, в православии полно попов геев, гомосексуалистов. И я сам не против, пожалуйста, кто знает, гомосексуализм не грех как таковой, пожалуйста. Живите с кем хотите, спите там, занимайтесь сексом, это ваше дело. То есть, все это добровольно. Вы знаете, почему возмущались? Я их обличал, и меня это возмущало. Потому что они были лжецами, лицемерами, многоликими людьми. Естественно, это отражалось во всех сферах жизни. Я их видел, они брехали, лгали, лицемерили, лукавили во всех остальных аспектах жизни. Я их обличал именно за это. Я говорю, слушай, если бы ты был открытым геем, ну, пожалуйста, если ты даже там христианин, тебя тянет ко Христу. Ну, есть же церкви там какие-нибудь протестантские, где это принимается за границей. Ты хочешь, езжай отсюда. Ну, или тогда не становись попом. Ведь в православии формально грех садомии осуждается. А тем более ты стал священником. Причем я знаю, что... Причем я с такими сам общался, потому что... Ну, кто знает мою историю. Из-за своих... Одной сферы деятельств, когда я ночным клубом занимался, я просто их много знаю. И через них же узнал много и в этой сфере. Сам-то я натурал чистой воды, никогда этим не баловался. Да, нету в моей природе этого неграма. Вот. И я их много узнал. И причем они все практикующие. Они не какие-то там, знаете, покаявшиеся. Нет, они как жили, так и живут. Многие из них живут там с мальчиками и так далее. Если они взрослые. Причем, говорю, с мальчиками. Все любят помоложе. Вот. И я всегда облегчал вот именно за это вранье. Вот. За саму эту жизнь. И вот, знаете, вот это какой сферы не коснись. Я говорю, вы же сами несчастные. Вы не можете найти себе настоящих людей. Вот настоящих людей. Таких, как вы. С которыми вам будет хорошо. А как вы их найдете, если вы сами не такие? Ну, как ты найдешь себе веганов, друзья, если ты там втихарца? Да, как говорят, траву щиплет про веганов. Да. Никто об этом не знает. Ну, там в семье узнали, обличили. А там с вами как-то, да, так или сяк ведут. И все. А где ты найдешь других? Ну, сейчас понятно, кажется, я там на куньсайд зайду. Но так в общем, в мире. Где? Ну, может, ты там будешь на сайте, все равно не найдешь. Ведь сколько еще всего у человека, чтобы они сошлись. Вплоть до психики, да, у нас должна какая-то энергетика сходиться. Вот. Ну, напиши себе на майке там или еще где-то. Я вон татуировки еще делаю, к тому же, да. Что-то подобное. Да я всячески где только нет. Вот именно поставь в социальных сетях напротив своего имени. Выложи какие-то посты. Да, какой-нибудь закрепленный пост сделай. Ну, и ты найдешь какой-нибудь. Бог приведет тебе человека обязательно твоего. И как вот вы хотите обрести счастье в этой жизни? Да никак. Вот. По поводу вот этого, то, что ты когда сам открываешься. Вот. И я не зря зачитал вот этот комментарий про мужа, который якобы ушел там к соседке, когда пошел помогать. Жена была не против. Я там об этом рассказывал, да. Есть настоящая любовь. И жена любит как бы мужа. Не важно, друг друга или еще что-то. И он якобы там остался. Я говорю, слушайте, а вот вам не интересно вообще самим достигнуть совершенства святости? Это я, в принципе, Виктории на ответ. Или она бы была в роли, или кто угодно, да. Вот. Или просто, как она говорит, это случай жизни. Я вот всегда говорю таким людям. Вот. Особенно если это христиане. Я говорю, вы вот по заповеди Христа. Вам не интересно совершенство? Вам не интересно жить в реальной жизни? Вам не интересно достигнуть совершенства самим? раскрыть себе полноту любви и ощутить эту полноту любви от других людей уже даже здесь потому что иисус сказал где сердце ваше там будет и царство небесное ваше да там и сокровище ваши вот вы в себе как способна открыть если вы не доверяете своему мужу жене или вот другу или родителям детям боитесь перед ними открыться не важно там веганство любовь к людям вот вы там за против войны вы считаете что никого нельзя убивать да вот если вы боитесь это открыться да то разве вы любите по-настоящему кто-то любит ты же прямо говоришь все а а знать почему этого не делают а потому что боятся узнать что их не любит я не знаю то они чувствуют именно поэтому они этого тоже не делают и сами не любят что-то кто любит будет говорить правду любимому когда любящие люди встречаются они просто и наоборот хочется выплеснуть поделиться значит и не любишь этого человека ножка вот ты любишь ты на него все выплескиваешь хорошие плохое и ты знаешь что не любит тебя и ты просто боишься лишний раз в этом убедиться ты готов на какую-то полумеру ты знаешь что тебя отвернут ну и предполагаешь даже вот именно еще хуже того как правильно вот я говорю одно дело ты побежишь когда ты сказал и тебя начали гнать как из угол тогда может побежать а другое дело ты бежишь или вот прячешься или закрываешь когда еще закрываешься когда еще ничего не произошло ты просто боишься ты от собственных страхов до бежишь и не открываешься замыкаешься игры происходит потому что вы знаете что вас не любит и вы боитесь просто это узнать на деле это печально потому что в царство небесное это царство многих людей которые любят не боятся открывая они открыты абсолютно прозрачные чисты и ну там такие же все да вот то что вы в этой жизни проживете вот такую серую машину жизнь как я часто выражаясь это вы никуда не попадете может быть от ваше место может быть вы еще раз перевоплотить сможет где-то будьте в какой-нибудь такой же серый мышиной прослойки между адом и раем попадете в небесное царство где вот такие люди нет вы же здесь не захотели быть таким вы никогда там не будете бог обязательно отделит всех по плоти что все получили достойное по делам своим и вот это вот открытие человеку знаете я вот на примере я говорю это что века написала этот комментарий мне хочется вот такой же небо я сказала потому что себе такой всю жизнь говорил слушайте а зачем мне жить если я не доверяю своему мужу ну или жене в моем случае да допустим вся думал если я ее если я ей не верю ведь вера это любовь я верю в бога я верю богу доверяю значит я его люблю доверие одна из сторон хотите хотите свойств или дел непосредственно любви если ты любишь что доверяешь абсолютно второе наоборот теперь берем того кто на другой стороне слушайте зачем мне жить тогда с таким человеком с мужем или женой если он при первом случае пошел там к соседке и к соседу наоборот далее соседка или жена к соседу или муж к соседке да и как говорится там через раз два-три да хоть через 25 раз пока сходил и решил там остаться он вас любил когда нет вам нравится жить в иллюзии лжи значит он не любил дела обличают вот смотрите сейчас это фашистская война россии против украины она сразу всех показала кто добрый кто злой сразу всех показывает кто за это то кто убивает кто обороняется да кто за добро топит и за то что прекратить эту войну кто за то что то топит за то чтобы это наоборот продолжалось кто трус да и молчит кто кому до лампочки абсолютно равнодушны люди да он и не молчит и не говорит ему вообще да насрать на все это убивают там кого-то режут ему какой дел его не режет не убивает там его двух-троих близких близких и родственников детей и родителей все его это устраивает ему на весь мир начхать смотрите как всегда дела эти обличают если ваш муж неужели самому вот хочется жить в этой матрице лжи это человек никогда вас не любил неужели вам хочется смотрите вы веган вы любите животных вы страдаете от того что мир после первого греха убийством адама из адамом с евы первого животного и мы живем в мире где животные нас ненавидят они нас страшатся и боятся но ненавидят обоснованно когда мы их мучаем а когда еще и руки не дошли страшатся и боятся человек потому что человек это исчадие ада и как говорится если бы у животных была религия дьяволом в ней был бы человек самым настоящим дьяволом да и человек веган в котором любовь ко всему живому просто бьет через край ключом и он мечтает просто о царстве где люди животные будут жить в мире и согласии да и в открывается ваши родственники друзья вас не понимают гнобят еще к тому же какой смысл жить во лжи не говорить не не проповедовать если вы любите своих друзей родных детей и родителей вы же хотите что вы понимаете что и и и как всегда это все понятно что мы за бетонными стенами там поставили уж прекрасно понимаете что вы не сможете веган никогда не сможет жить на скотобойне да вот и если бы это происходило на собственном дворе веган бы хочешь не хочешь равно бы ушел родители там те дети кто угодно ты бы развернулся испании не поняли этого призыва что не надо это делать ты больше не способен это не слышать не терпеть не видеть ничего и страдания да все равно к тебе пришлось это сделать и не ты здесь в землю на земной жизни показывает что ты ты не можешь быть с ними вот в одном небесном царстве да и ты хочешь давайте вместе быть в раю давайте любить ты же им желаешь этого добра и себе и всем и когда вы естественно расходитесь естественно говорит слушай ну либо ты переходишь на сторону добра либо тогда давай краями я в твоем аду не готов жить если хочешь добро пожаловать в мое небесное царство любви неужели самим хочется жить в этой лжи ведь эти люди предадут вас это знаете великой мудрости всегда кто знает умные правители они предатели которые предавали якобы там кого-то и приходили на поклон к царю там вот они их убивали те возмущались не понимали ну как я тебе вот там привел твоего там царя противника да ну ты же его предал ты своего царя предал который у тебя там допустим от начала был да и за и за свою там жизненку тряся ну потому что просто говно не человек до трус слабак и тебе все равно продажная сволочь как это говорят когда ты меня завтра дашь я конечно тебе благодарен что ты мне моего врага на блюдечке принес а моя благодарность вот тебе кинжал в горло потому что ты придашь и меня завтра из придет сильнейший меня вот и все неужели вы хотите жить с такими людьми неужели вы хотите общаться с таким любви неужели вы здесь не хотите это понятно как вы хотите попасть в небесное царство и чтоб там было были такие люди они опять почему там должны появиться без ваших усилий а ведь ваши усилия есть сказать этим людям правду своих любите опять же если вы говорите что вы любите вы говорите людям правду говорение людям правды грешником праведником неважно уж тем более грешником это и есть свидетельство вашей любви к ним любовь программа который учил иисус это и есть любовь говорение правды правды истины и жизнь ты уже конечно жизнью свою обличаете тьму ибо там где свет тьма разбегается да ну естественно слово неужели самому хочется жить неужели не хочется найти в жизни хотя бы одного достойного человека с которым ты будешь нагим который ты знаешь и чекте никогда не предаст до чек никогда тебя не обидит никогда не сделает те зла и жизнь свою за тебе отдаст без меча конечно в руке а закроет спиной или грудью мне конечно кто-то может икнуть кто давно меня знает я со многими расстаюсь почему потому что ставлю ультиматумы в святости жизни если вы не хотите жить свято конечно я я и за вас жизнь из надо будет положу он как пожалуйста я сто раз говорил да как иисус положил не за не за праведников а за грешников да если вас будет обижать и если у вас я много раз говорил как бы у меня отношения с вами не были если вы завтра будете голодать и не я уж такой не раз на опыте было да и не пишите там помогите я конечно помогаю я буду врага кормить да и с ним бороться так скажем духовные словесные битвы это действительно так как иисус иисус давал жизнь на кресте своим распинателям именно он их невидимыми нитями жизнями пуповинами своими будучи самим сам богом давал им жизнь давал им сил в руки но он был что самоупийцей суицидником мазохистом что ли нет конечно выбор творить добро или зло остается за человеком но бог давал им все потребное для жизни то же самое там блокирую людей порой блокирую во всех местах чуть ли где нельзя чтобы показать просто человеку серьезность моих намерений если не будет желание большое сам покаяться изменится и скажет да слушая все понял я понял что ты хотел бы меня донести я изменился я стал вот другим он да сделает себе время на какую почту их можно что он шлепать на раз-два-три напишет мне я увезти разблокирую прямую именно об этой любви тоже учил иисус прощайте кто кается до кающихся гречек грешник прощает не просто грешника тоже в псевдо христианстве есть столько ложных учений одно из которых там до якобы просто всех прощай просто как просто вы как будете в рают все один грешник другой праведник один горло режет соседу да ты готов жизнь свою положить тогда этот царство небесное опять в ад превратится мы здесь хватит нам с нас этой школы жизни адской школы жизни где мы видим всю злобу гиены весь ужас ада который здесь происходит людьми творимы и и тех малых крупиц любви то который мы получаем добра и видим на земле действительно чтобы хоть как-то понять хоть как тень увидит царство небесное почувствуйте его на себе и самим и так что вот так вот по поводу вот этого вот так называемого до одиночества наоборот хоть там кого-то найти я вот не понимаю таких людей вот я честно не понимаю как вы живете не неужели тут действительно счастье да мне нечем похвалиться в этом мире лежащем возле за шесть лет проповеди открыты моей жизни уже на глазах у людей да вот на одной руке пальца хватает чтобы пересчитать пересчитать с кем я близко на постоянной связи в мессенджерах меня в жизни не даже в реальных плотской жизни вот нет человек с кем можно было бы так вот жить радоваться жизни страдать где надо до друг друга поддерживать нет все кто такие есть меня единомышленники единодушные люди все недалеко общаемся мы только по интернету в реальной жизни никогда пока я такого не нашел да вот поэтому но опять же ты потому что я живу праведно всем говорю праведность это не не какая-то мифическая святость это доброта уж я добр я всем я свят потому что я добр да ты доброта моя в том числе грешниками проявляется вот в таком твердом слове истины да я никому не целую туфли да я никому не вылизываю задницы да не целую ботинки ботфорды да я умываю ноги ученикам но когда это надо в этом поступке иисуса был глубокий смысл чем сделанного один раз не то что он там у них рабом все время был слугой да для в разумлении когда они там нас есть кто из них первый кто кому должен ноги там и да кто из них слуга вот то есть есть надо я и такое могу показать примера это может быть в разных вещах каких-то да когда ты в этом плане делаешь поступки какие-то которые другие гнушаются да или якобы тебе даже из любви не позволяет делать спокойно делаешь да вот так что вот так вот по поводу вот этого боязнь одиночества и мне людей вообще не понять потому что неужели есть радость жизни казалось бы посмотрите мультик ну это ж по сказке снята голый король но неужели хочется жить до тысячи людьми окружены но прихлебателями вы знаете как говорят вот эти да мы все завидуем но многим и я так образно сказал да богатым там кто-то завидует известным людям вы знаете у них же нет никого не друзей ничего они сами понимают что их окружают где алчно из-за денег с ними кто из-за связи кто еще из-за чего-то если там есть какие-то такие друзья то при первом до каком-нибудь провале твоем ты даже просто богатство свое потеряешь тебе потом в этом кругу и никто руки не подаст на когда-то нищим станешь добровольно может быть даже или специально вот ты познаешь там истину и ромаш сам от ног 4 кешься ты узнаешь всех своих друзей вот эти дела они же все нас обличают я и неужели вам самим не ходит в себе раскрыть полноту любви вот вы сейчас там простите я прямо скажу сытись выложить посты до встать на сторону добра чтобы русские фашисты перестали убивать украинский народ он не идеальный но это не значит что кто-то может взять и даже даже злодея это лишать там жизни здоровья еще чего-то на уж тем более тех кто те ничего не сделал убивать просто людей причем неважно младенцев там стариков детей женщин всех подряд обычных самых простых людей да и даже этих солдафонов генералов пусть украинских которые на тебя не нападали ничего не делать вот вы все кто сытись там явить себя миру сказать своим друзьям родственникам что это неправильно сделать перерепостить или самому какие-то посты создать как вы хотите в интернете если вы кто-то там блогер заявить об этом да вот в личку написать и до аватарку как кто-то меняет да кого вы найдете кто вас окружает вы знаете вот вы откроетесь и вы узнаете кто вас окружает просто узнаете они же вас завтра сдадут но шоу из какой-нибудь из родственников мало то что вас проклянут и будут называть вы узнаете мысли ваших родственников и ваши дела я говорю ладно слова может кого-то словами не ограничено может вас собственный родственник в тюрягу сдаст по какой сейчас нас статей в россии наклепали уже по 15 лет готовы давать за то что ты скажешь нет войне да а вы знаете что зачем тогда такая жизнь нужна неужели вам вот это все нравится неужели вы счастливы так живя и неужели вы представляете смотря на жизнь как я через три призма бытия сущности вечности неужели вы готовы так жить вечно а вам какое-нибудь дело до этих людей тогда тоже есть вы же знаете что в них сидит а но как в них изменится если вы и вы свет кстати верю этот рисунок достаточно неплохой все таки центральный этот в коричневом костюмчике все так как будто от него свет исходит как вы обличите тьму как они себя увидят если вы не будете их их ним зеркалом если не будете на них светить если не станете для них зеркалом того ужаса что происходит как они увидят я всем говорю если вы не будете репосте говорить там за веганство а скотобой не показывать что они делают это же их дела если вы не будете для грешников зеркала то же все посты все ваши слова или деяния как угодно их это обличают вы вот так становитесь они себя видят в вас они смотрят на вас на на святых и ведь себя свое уродство свою греховность свою злобу ему откроется только тогда когда он будет видеть вы думаете вам не просто так будет кричать святошь и так далее да вам будет и гадости говорить несоответствующей истине но эти гадости все относятся к нему это же зеркало он будет говорить самим собой все что к вам не относится но к вам не прилипнет как иисус сказал правильно отрисите прах от ног своих да то что ваше дело за свидетельство истин а прав с ними останется это очень важно очень важно я могу напомнить кто христианин для кого там библейские слова что-то значит как иисус особенно через еремии очень говорил через пророка сильно до к самому пророку я говорю тебе если ты будешь говорить народу и он упакается хорошо а если нет то на тебе нет греха грех остается на народе но если ты будешь молчать то весь грех кому-то не говоришь не обличаешь народ мой до израиля грех будет и на тебе я с тебя спрошу точно так же как и с них это все очень важно в жизни это конечно образы и там ветхом взять как сюда бог какой-то внешне там вы же поймите мы сами это мы сами лжецы мы сами трусы ведь в своих делах вы видите себя иисус прямо сказал дерево узнается по плоду а человек по делам у словам и слова дела в данном контексте одно и то же да когда она уже устами изрекается обретает видимую так скажем ощущаемую сущность слова слышимая ухом чьим-нибудь так что вот так вот поэтому не знаю и мне таких людей не понять счастье можно обрести полноту только в любви быть любимым это невозможно без наготовки твоей жизни без наготы твоей доброй жизни царство небесное это царство свободных открытых чистых светлых от все конечно слова такие образные это это добрых людей смелых людей каких я все говорю по образу и подобию христа жертвенной любви жертвенной именно любви да в мире лежащем во зле вы будете страдать иисус особенно для христианство говорю прекрасно знаете что путь в небесное царство он не веру его христа берется да и попадается а нудится понуждением и всякие понуждающие себя он узкий тернистый иисус говорил да и всякие понуждающий себя только восхищает его трудящийся очень важно да иисус говорил меня гнали будет гнать и вас меня убивали будет убивать его его и вас частное самое время вот эти как раз иллюстрации уже показать я хочу на уже на эту тему поговорить по поводу страхов конечно это я так про внутреннего часы и я знаю что вы сами несчастливы вот я всегда всем говорю я абсолютно счастливый человек потому что я познал истину и раскрыл ее в себе в полноте я живу абсолютно счастлива да у меня по плоти когда я говорю не имею ввиду только тело да или душу у меня полно страданий потому что я живу в мире возле лежащего зле до бесы причиняют вред моей плоти да люди причиняют вред моему телу бывает бывает душе да ну сам я внутри счастлив пошли я знаю кто я и куда я иду и где я окажусь и кто я такой вы знаете это невероятное счастье и полнота вот это радости когда ты говоришь правду когда ты заступаешься за добро когда ты даже страдаешь за него в душе ты еще счастливее становишься в тебе бог ты раскрываешься в этом тебе это так согревает ты готов тысячи раз за это страдать и никогда когда ты знаешь что за собой правда что ты кому-то рю когда ты спиной кого-то это словом пусть и вы поймете тоже образ можно защищать реально спиной груди можно защищать словом спасать людей делом любым каким-то деньгами там ты же не спиной защитил на ты спас человек может хотят голода от нужды да там все материальное пожертвование все это какая разница рубашку дал деньги вещи папа мог перевел кровь кому дал вот может способен кому-то квартиру покупать до многодетным там дома строить все это у тебя невероятное счастье в душе потому что любовь а любовь тебе раскрывается в полноте и те просто дела счастливы по поводу страх вот этих всего для христиан скажу я действительно образ христа ну не знаю почитайте евангелие еще раз увидите этого бога который мог всех в баранье рог свернуть в мгновение времени и он не сделал это вы думаете это было так не страшно написано что когда он вот перед этим вот на вас на картин на экране это иллюстрация того как арест уже его происходил перед этим всем известно события его гефсиманской молитвы вот в этом саду где всем они в гефсиманском да и написано что он ужасался его трясло конечно же он молился ему было страшно быть по плоти да несмотря на то что он бог как и мы с вами вот вы думаете это все вот эту ночь происходило это же люди абсолютно бесноватые посмотреть на наших ментов там российских да я смотрю в мире эти протесты как там и в европе дубасит да это же такие же отморозки пришли все это в евангелии очень так написано вообще таким би без так скажем бесчувственным языком там распятие христа да но я все верю посидите пять минут представьте себе ваш есть фантазии насколько все это было страшно и ужасно смотрите вы боитесь выйти на митинг где даже может принципе к краешком там пройти не лезть в гущу не быть на передовой да но если уж надо там убежите когда надо вот иисус прекрасно знал кому он отдает себя в руки и даже абсолютно бесноватые люди это толпа дикая это те же римские бесноватые войны дает полицай как угодно их назовите храмовые служители эти войны которые в аудейском храме служили все они пришли его арестовывать у римских воинов по моему там как бы не видим прямо до их там может и не было это были вот первый кто с народом пришли это у простого юристалимского храма и вообще у синдриона было свое войско так называю полицай вместо такого разлива до личная охрана там и первосвященников и самого храма всей этой территории ну и сам бесноватый народ думать иисус был не страшного там калашматили посмотрите как это действительно передал несмотря на то что всех подробностей не описано посмотреть фильм страсти христовым элла гибсону да в кавычках и налега сказать великолепно снятый но обо всех этих ужасах что делали со христом кто готов себя на это отдать да нам страшно и у нас менты творят сейчас ничего не ничего не лучше чем со христом творили это понятно в тюрьмах творят чего вон и в заднице и швабры засовывает у нас люди звери конечно всем страшно вы думаете мне не страшно мне тоже страшно несмотря на все страхи я вот я живу в фашистской стране и проповедую против всего этого фашизма как вы думаете что со мной будет вы мне уже пишут угрозы в личку в комментариях думать я боюсь и гопников конечно нет но мне страшно мне по плоти все говорю я такой же человек у меня выделяется адреналин да у меня есть инстинкты до те телесные посмотрите на то кто меня знает допустим кто-то меня в реале и не видит хотя и всех сюда приглашал в гости вы же видите мою деятельность и все ведь что я открытые где я живу все прекрасно знают ни от кого не секрет да я никуда не уезжал и все и говорю спокойно никогда не не проходил мимо страждущего там и даже изби я думаете не страшно там в какую драку влазить все страшно что только в жизни не было вы знаете все чепуха иисус действительно сказал ничего не страшно потерять конечно тебя посадит хронты там и дома и имущество все разворуют тут в доме в твоем да вот у меня даже последить некому думаете мне не страшно и не хочется и хочется потерять да нет по другой стороны мне на все все равно вы знаете рано или поздно мы все умрем завтра это будет через 10 лет через 20 40 ты не имеет никакого значения когда на чаши весов у тебя лежит истина добро любовь и момент все это есть нет мыслят такие мне тоже посещать но ты их просто они элементарно побеждаются когда ты думаешь об этих трех вещах да о вечности о свободе ты все-таки свободен получается убирать и тебе от этого уже кайфово и ты избираешь любовь и ты абсолютно становишься счастливым понимаю что ты вечен и все у тебя будет в небесном царстве все тебе в миллионы крат вернет все твои до дома да все что у тебя было машины квартир как хотите то образы на действительно так все у тебя будет наша эта жизнь школа жизни для того чтобы раскрыться раскрыться и сколько можно помочь раскрыться другим людям как вы им поможете с усказал сотворить и научить если вы сами этого не делаете это очень важно это важно для каждого из вас я вам к этому к чему призывает почему я все время это делаю то что я вас люблю и хочу чтобы вы все были в небесном царстве как вы там будете ну как вы думаетесь думаете отсидеться как этот пискарь в басне крылова до всю жизнь но доживете вы до 100 лет до в этой пещере что дальше то вы в такой же пещере где сердце ваше там будет и царство ваше и сокровище ваше но будьте в такой же пещере вечно один день залипнув между адом и раем да что это за жизнь за серы не бойтесь этой жертвенной любви не бойтесь в этом мире стать святыми добрыми светлыми богами светите людям добром впрягайтесь в любую несправедливость в любое где только можете я говорю можете где-то я всегда говорил слушайте да в интернете много мошенников но если у меня хоть как-то душа лежит я тоже не не на все там посты реагирую помогать но если у меня лежит душа и денег нету на 10 рублей на там если вы хоть сколько-то денег и я хоть сколько-то переведу чисто для и вот это это работает я перевожу 10 рублей для себя потому что я точно не знаю я не могу первых всем помочь да и и не знаю может действительно поста много чего нельзя узнать ты сомневаешься может это вообще какое-то вранье слушайте но это работает вы проверьте на себе то что я вам всегда говорю переведи ты 10 рублей 10 рублей вообще ничего я всю жизнь подавал кто меня знает еще когда еще денег электронных не было там естественно в городах я сам в миллионнике вырос в воронеже всегда сидят эти как попрошайки да я всегда давал хоть там мелочь какая есть в кармане если не любил когда это мелочь во первых в карманах там трясет вечно выпадает что-нибудь да я даже можно сказать стараться от него избавиться на самом деле нет я с радостью давал и мелочью как мелочи в студентские годы 10 рублей железные было большие деньги да вот здесь тоже самое сейчас электронные да переведи ты 10 рублей на любую помощь и ты увидишь как сердце раскроется она никогда уже тебе за это не защемит да и всегда будет открыто где-то что-то слышишь несправедливости счета и всегда встревай всегда будь на стороне добра вот и начните наконец проповедовать истину добро любовь во всех сферах веганстве еще потихоньку я не говорю вам сразу 100 килограмм на себя водружать если вы никогда да и 10 килограмм жимом лежа там не делали начните с малого один пост одна фраза одна мысль одному пока я не говорю вам завтра бросится весь свой телефон и справочник обзвонить там или в интернете всем написать что вот тут веган против войны начните с малого хоть чего-то и не тормозитесь не на чем никогда нет предела совершенства вы поймете этот путь о котором я всегда говорю кто не идет и не понимает меня начинает той да как что-то быть счастливым начнешься гнобить там слушайте это самый настоящий путь совершенства когда ты именно видишь в себе не то что там грешник как супер грешник любит православный протестант чтобы это вообще на себе забить ой я свят по вере все не буду в себе ковыряться все путь дьявола ведет он в погибель это пространный путь и широкий а другое дело как павел сказал в другом месте как раз правильно жалко них не православные не протестанты все повыкидывали да вы если вы судили сами себя не были бы судимы от бога да рассуди о себе где-то на каком уровне чего-то достиг что тебе еще надо в себе раскрыть что надо раскрываться вот тут у меня сердце щемит я вчера вот услышал там я всегда напоминаю этот мультик про большого уха помните который там все сидел теле теле троллевали слушал вот эти вот господи помилуй да я всегда это на религиозный язык переводил этот лисенок который да и с таким ухом слышал там в какой-то галактике где там поют развлекательный вот мне эти христиане все время в этих своих капищах напоминают неважно православный там протестанты от лисенок с маленькими ушами но зато все крики о помощи в лесу слышал да и а там ничего не слышал зато бегал всем помогал великолепный мультик до обличающих настоящих христиан и псевдо христиан это все точно также тренируется и вчера вы были мертвы и глухи ко всем этим страданиям вы не заметите как вы превратитесь в абсолютную любовь будьте все везде слышит и везде помогать и вот этого начнете просто получать сами удовольствие потом будете вот так вот ушки на макушке где там и чё кто вам не нуждается и вы на и вы поймете я вам просто все групп то что только от опыта сможете все понять чем я грудь начните идти то что у меня будет еще годами слушать ничего не изменится если ты шагу не ступнешь иисус говорил что всякий слушающий и не исполняющий подобен человеку безумному дом на песке свой построил а слушающий и исполняющий у камнем назвал не слушающего то многие там трактует вы вдумайтесь в то что говорит иисус камнем или отсутствием к камнем названо слушание это обязательно первая часть предложения 2 уже делится на 2 слушающий и исполняющий это фундамент да а все то что они там говорите господи господи да они делать из того что я вам говорю кому подоблю я тут поменял местами его речь вы поняли да сначала напомнила о притче потом прямые слова вот и здесь тоже самое вы поймете что у вас не будет никакого чувства недовольства собой или угрызения нет а где будет и правильно будет может быть действительно вы вчера оказались холодно или еще что-то вы вот сидите я говорю как вас не грызет то что россия фашистка превратилась фашистскую страну она и бана вера катилась в эту фашистскую и такие как я видел это и боролся с этим сколько у меня роликов патриотизм я говорю пусть не на прям на канале проповеди но я когда библию читал естественно так много с вам в свободе слова писал да там ролика нет без повода о патриотизме сказать особенно когда ветхий завет читала всю эту плевотину о том что там защищать и рубить всех всем головы да и как вы сейчас сидите на ваших глазах русские восстали из пеплов да те те немецкие фашисты с которыми якобы их предки воевали и самими стали и убивают людей убивают людей без всякого на то поводу ну придумано естественно сто раз говорил что волки в овечьей шкуре да или эти белые эти духи злобы поднебесной да на белых конях пони они конечно всегда прикрываются до древо познания добра под видом зла зла вернее под видом добра простите перепутал вот это всегда будет всю историю конечно там эти бесноватые русские фашисты во главе с путиным первым путлером на руси теперь да конечно поводов-то кучу придумали но это дурь все тем более человек что себя христианином именует со всей своей шайкой лейкой и вот вы сидите все молчите это же ужас на наших глазах одни люди убивают других причем вот именно якобы мы в этой стране живем якобы мы тоже в этом помазаны во всем и вы слова не скажете это слово бы как по слову господа пророк я вам сказала она вас бы очистила а так вы все в этой крови замешаны в том же самом веганстве но сами вы стали некоторые да от майк пропали что и сидите молчите ни слова не по-слову не лайка не поделитесь не как сами я знаю да персами роль родственникам труситесь мама папа дети да какая как где ваши дети будут с вашей мамой и папами если они в аду будут гореть за все свои беззакония ну как вы их любите говорить если вы не говорите им правду ну как а ну когда-то там без меня они сами допрут и станут в чем тогда ваша заслуга где ваша святость где ваше горящее сердце любви который не может смотреть как человек жарится на сковородке до вас любви просто нету а почему нет страх где где страх там нет любви вы поймите в одной этой чашки что-то одно ну понятно там плавает я имею да если вы вдумайтесь что вы знаете вот этими когда в человеке страх и он не творит добра он находится тысячи оправданий тысячи оправданий не сотворить это добро потому что ему страшно но этот страх не оправдывает это вы поймите бог никогда вас по плоти судить култышкой там за этим судебным столом сидите стучать не будет сус прямо сказал каждый получит то что он заслуживает это не игры опять же ты все детские образы нужно там раздавать что-то будет просто вы тот кто вы есть но по плоти разделение будет точно так же как здесь вода не соединяется с огнем иисус прямой образ дал на богаче и лазарей действительно так будет мы просто не можем огонь не может соломы соединиться и люди как боги будут огнем многие будет как солома даже это же образ ну кто-то совсем как солома грешник ну и такие знаете вот такие вот молчуны ну как дерево а дерево может да ну твердое более-менее вроде там пригодная к чему-то ну к огню она тоже при 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 приблизи не может ну хорошо кто-то как металл крепкий ну что-то получше делает ну как не он тоже при он тоже растает весь металл в огне в горниле огня тоже все сгорает это вот очень важно понимать поэтому я в концовке даже вот такая картиночка еще нашел прям знаете да хоть их миллион против вас встанет встаньте вы знаете на этот путь страшно только стать когда на него встаешь затягивает потому что ты знаете вот действительно я просто вам свидетельству от чистого сердца когда становишься на путь добра на путь святости тебя как наркомана засасывает туда если ты искренне если позналась и ты помните как я вам говорю те же самые слова которые сказаны в евангелии просто теперь я их знаю опытом вы знаете когда много чего достигаешь о чем в евангелии написано словами ты это опытом достигаешь ты потом ты ты эти слова готов сам написать меня очень часто хулили когда я говорил что когда человек достигать сердца нужно сам написать евангелие не там а вот да это там гордыня да нет просто человек стал тем о чем там написано и он спокойно без всякой шпаргалки не подсматривая может действительно писать свои евангелие просто эти люди не понимают что она ничем не будет отличаться от того который он когда-то прочитал я вам сейчас ничего большего не сказал как сказал когда-то павел достигнут этого что кто не разлучит от любви христовой от любви которая во мне кто мне заставит сделать какой-то зло или что-нибудь плохое кто скорбь тюрьма до гонение смерть нет ничто меня не разлучит от этой любви кто променяет это счастье ты становишься действительно на игле на божественной игле вот этого счастья и все страдания которые все равно рано или поздно заканчивается закончится это более того бог тебя реально утешает внутренне кто это переживал то просто тому мне уже нечего сказать он все меня прекрасно понимает но тот кто нет может только поверив как сказал иисус взять и пойти так что вот так вот я вам всем желаю познать это прекрасное чувство прекрасное состояние в этом состоянии вы как воздушный шарик накаченные чем-то кислородом накачивать до улететь и улететь просто в небесное царство и будьте там рядом с богом а без этого без всего знаете прожив серую машину жизнь вы ничего не поймете ни в себе не в окружающем мире и никого не спасете никого за ручку с собой туда не захватите а он не захватит следующего и так далее так далее а значит вы летите не в небесное царство в небесное царство по одному не летят туда летят бесконечной цепочкой я в свое время ухватился за тех кого кто моими были до учителями скажем помимо христа все равно да всегда как я вам говорил во всех и во всем искал и видел все самое лучшее за это ухватывался вот эти мои учителя да все самое лучшее светлое что я только видел в учениях в жизни в чей-то и сам я стараюсь кого-то хоть туда с собой захватить а он может захватит теме часа занимаюсь чтобы вы захватили кого-то еще так что вот так вот в конце этого видео так как все таки виду современных всех событий нет войне блаженный миротворцы кто знает я такую фразу теперь каждому посту практически там леплю мы должны с вами мы обязаны дети света проповедники любви свидетельствовать об истине о том что в россии воскрес поднял голову фашизм этот фашизм и должны своим светом просто разогнать эту тьму мы должны говорить о том что убивать это зло это грех никогда это делать нельзя это нельзя делать даже со врагами уж тем более тем кто тебе врагом в голову вбили выдуманным только такие же дети дьявола об этом свидетельствуйте не молчите естественно гоу веган все становятся веганами любите животных защищайте их всех каких только есть любить природу в общем топите за любое добро топите именно топите раскроете в себе эту любовь станьте христом богом кто у вас там идеал я не знаю меня конечно слушают разные люди вот станьте богом станьте истиной станьте светом станьте совершенными это маленькая жизнь она пройдет она закончится подумайте кто из вас из ваших родственников вспомнит вас когда вы проживете серую жизнь никто никто никогда не вспомнит когда он покается не от ваших слов а где-то как-то бог управит его жизнь он не вспомнит вас ни одним теплым чувством я записывал ролик о любви к незнакомцам к незнакомцам которых мы всех повстречаем в небесном царстве где там будьте вы многие там ли будут любить вас это очень важно не забывайте об эффекте бабочки что мы можем изменить много и в одном месте махнувшие крыльями бабочкам на другой стороне земли вызывает ураган это очень важно так что будьте активными ничего не бойтесь до никого и ничего бог все управит и достигните совершенства и всем обязательно когда-нибудь во всемирной мощи любви из вас исходящие к вам приходящий от всего окружающего мира сольемся свое время а а а